Боже, будь милостью ко мне грешен. Создав ими Господи, помилуй меня. Бесчастливый согрешил Господи, прости меня грешен и помилуй. Достойно есть я, кого истину, блажите Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейший Херувим и славнейшего, истинно Терапим, без истления Бога, Слово Рожише Исущую, Богородицу Тебе лечаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причистой Твоей, Матери, силы щаснагоженотворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благо, если и человеколюбец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Безчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от мукавой, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу устам и недостойно восхолю имя Твое, Святой Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сарю Небесный, утешители души истинные, и же везде свои, вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, при идее вселисованные и очистенные от всякие скверные. Спаси блажи души наши, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущен и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожи и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от Лука Богом, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пьемте сильной. Свят, 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 если Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь на воздвигном месте, Господи, умой просвети сердцу, с немой и отверзи, в одеже печете, святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, внезапно Судья приидет, и каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божия, Богородица, и помилуй нас. Ныне и пресно, и во веки веков, аминь, внезапно Судья приидет, и каего же деяния обнажаться. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Основоста, благодарю Тебя, Святая Троица Ко многерой Твоя благость и благотерпение Не прогнелся на меня ленивый и грешный Не погубил меня за беззакониями моими Но человеколюбствовал, если обычный И в ничании лежащего воздвиг мне, если Воежеутривеньте, славослойте державу Твою И ныне, Владыка, просвети, мое отче мысленное Отверзи мои уста, поущайте со славесем Твоим И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою И пейте Тебе во исповедание сердечнем И воспевайте все святое имя Твоя Отца и Сына И Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков Аминь Приидите, поклонимся, цареве нашему Богу Приидите, поклонимся, Христу, цареве Богу нашему Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему 67-й Псалом Да восстанет Бог, и расточатся враги Его И да бегут от лица Его, ненавидящие Его Как рассеивается дым, ты рассеи, как тает воск от огня, так нечестивы да погинут от лица Божия А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах Имя Ему, Господь, и радуйтесь под лицом Его Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков А непокорные остаются в знойной пустыне Боже, когда ты выходил перед народом твоим Когда ты шествовал пустынею Земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия И этот Синай от лица Бога, Бога Израилева Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое И когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его Народ твой обитал там, по благости твоей Боже, ты готовил необходимое для бедного Господь даст слово, правозвестниц великое множество Царь и воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу Расположившись в уделах своих Вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром А пире чистым золотом Когда всемогущая Россия у царей на сей земле Она забелела, как снег на сеймоне Гора Божия, гора Вассанская Гора Высокая, гора Вассанская Что вы завистливо смотрите, горы высокие На гору, на которую Бог благоволит обитать И будет Господь обитать вечно Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч Среди их Господь на Синае, во святилище Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков Так, чтоб из противящихся могли обитать у Господа Бога Благословен Господь всякий день Бог возлагает на нас бремя Но Он же и спасает нас Бог для нас, Бог во спасение Во власти Господа Вседержителя, врата смерти Но Бог сокрушит голову врагов своих В волосатой теме закостенелого в своих беззакониях Господь сказал От вассана возвращу Выведу из глубины морской Чтобы ты погрузил ногу твою Как и псы твой, язык свой в крови врагов Видели шествие твое Божие Шествие Бога моего Царя моего во святыне Впереди шли поющие Позади играющие На орудиях Среди девы с тимпанами В собраниях благословите Бога, Господа Вы от семени Израилева Там Вениамин Младший, князь их Князья Иудины, владыки их Князья Заволоновый, князья Нефалимовый Бог твой предназначил тебе силу Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас Ради храма твоего в Иерусалиме Цари принесут тебе дары Укроти зверя в тростнике Стадо валов среди тельцов народов Хвалящееся слитками серебра Рассыпь народы желающей брани Придут вельможи из Египта Эфиопия прострет руки свои к Богу Царства земные Пойте Богу Воспевайте Господа Шествующего на небесах небес от века Вот Он дает глазу своим глаз силы Воздайте славу Богу Величие его над Израилем И могущество его на облаках Страшен ты, Боже, в освятилище твоем Бог Израилев Он дает силу и крепость народу своему Благословен Богу Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь Аминь Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею Молю Тебя Ибо, если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многих щедротах и неизречены в милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо этого дел доменится мне, Боже мой Потому что совершенно не натиел оправдывающих меня Но эта вера, да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да я ведь причастникам славы Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово Что торт меня от Твоих руки оградой Ну или хочу, спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее, скорее Погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил и оказать свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с сатане Прещающему Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне всегда, веки веков Аминь Аминь Святой Ангел, поставленный хранит мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое Не дай возможности взлома демону подчинить меня себе при обладании этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, святой Ангел Божий Хранитель и покровитель бедному души и телу Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не проникнуть Бога никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом достойной своей милости Аминь Аминь Молите Бога о нас Святой Угодник и Божий Просвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми всесильными молитвами Отгони от меня смиренно, несчастно раба Твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение Удалисти скверные, лукавые и хульну помыслы из закаяна моего сердца И помраченного ума моего И погаси плаве моих страстей Ибо я убог и несчастен Избавь меня от муги пагубных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас Святой Угодник и Божий Игнатий Владимир Надежды Ибо мы усердно к Вам прибегаем К скорым помощникам Молитникам о душах наших Богородица Дева Радуйся Обрадана Мария Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод Дочерева Твоего Як родила Иси Христа Спаса и Избавителя Душам нашим Непобедимая и Божественная сила Щаснага Житворящего Креста Господня Не оставь нас греша Дупывающих на Тя Спаси Господи люди Твоя И благослови достояния Твоя Победа на сопротивные дары Твои сохраняй Крестом Твоим жительством Спаси Господи Помилай Отца Мою Духовно Родители и Сродника Благодетель Митрополита Илариона Епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священная Рея и Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амбросия Владимир Максима Владимира Иглеба Не дай погибнуть Диаконов Евгений Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнили Александра Диодора Митрополита Тихона Невеста Священщина Чискина Чискичин И высший Ищущий Ислужитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам Буддистам И да Да еще Священник Если угодно Тебе Смири власти Воинства Их Наведи Страх Твой на них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Дабы Издавали Добрые Законы Дали Достойно Жить Людям Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся И Сохрани Их От покушения На них Владимир Димитрия Дональда Рамзана Владимир Александр Эрдогена И Амана И даруй Мир Израиль У России Украине Сирии Где война Идет Научи Насценить Это мирное Время И Приготовь Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За отступ Нищества От тебя Слава Тебе Господь За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам желание Трудиться Обнаружить Умножить Наши таланты Дарованное Тобой Для всего Почти нам Добрых Помощников Наставников Советников И сохрани Нас в этот день От всякого рода Греха И зла И посильных Искушений Защити Жилище Наше И селение От пожара От воров Отечистой силы И живущих Там Андрея Игоря Игоря Серафима Владимира Брати Болящую Людмилу Любовь Владимира Алексея Иосифа Прищи добрых Жителей Детьми Любящими Знающими Законы Уставы Твои Сохрани Школу Спаси Помилуй Татьяну Наталью Игорь Марину Никиту Чадых Виктор Сергея Севастьяна Побуди Всех На благовестие Расслаби Господи Надежду Валентину Екатерину Екатерину Анастасию Наталью Евгения Романа Михаила Нину Анну Юрия Рахиль Едру Русика Ему Слава Тебе Боже Слава Тебе Возри На угрозу Врагов И разруши Их Злые Замыслы Против Нас Умягчи Сердце Примирей С нами И в судный День Не помяни Их Безумие Ты Уже Утишен Господи И Додаешь Отдохновение Слава Тебе Посети Благодетели Наши Хвоздаем Добром Здесь В вечность Елену Людмилу Обрати Евгения Наталью Надежду Юрия Путешествующих Раису Льва Виктор Благослови Возвращи Слугодники Благослови И от пьянства Изболи Пала Михаила Андрея Владимир Александра Игоря И найди Отступников Михаила Николая Александра Юлия Благослови Максима Посети Болящих Дай силу Перенести Страдания Приготовь К исходу Из этой жизни Илариона Виктора Валерия Кирилла Людмилу Валентина Валентину Татьяну Татьяну Нину Марию Александру Надежду Алексея Игоря Благодарю Тебя Господи За друзей За врагов За здоровье За болезни Ибо По твоему Благоволению Все это Может оказаться На пользу Слава Тебе Благодарю Все наше Родство Ивдокии Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Илею 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 Слава Тебе Боже Слава Благодарю Игоря Игоря Юли Димитрия Виктора Сергея Сергея Андрея Андрея Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегов Авва Отче Свят 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 Господь Сава Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господь За тот День В который Благодарю За тот День В который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И на Каноны Церкви Как на Истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Аллилуйя Воздай Добром Всем Помогавшим Нам Путешествия Нашим Павла Зинаиду Владимир Диметрия Надежды Людмилу И посеянное Сам Возрасти Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грежьем Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя Сколько лет Ты хранил Защищая От Видимых И Невидимых Опасностей Не Покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Научи Покинешь Нас Господи Подержите Благодарю 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 И Каждому Дарую Жилье Сергею Гаврию Святитель Христов Никола Мерликийский Судотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипастор Моли Бога О нас Моли Бога О нас Пророки Божии Илья Елисея Нох Моисей Самуил Аарон Авель Но Иосиф Патриарх И 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 К вере в Тебя, Самир и Мур, и кому возвестили Слово Истины. Хвала Тебе, наш Господь и Бог, и Романа избавь от духа лжи, и дарь и духовное рождение Виталии Никите, и желание трудиться в поте лица, дабы не быть праздными. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, Петр, Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Но дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем и жить вечно, они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский Устин, Философ, Космай и Дамиян, Андрей Стротилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Благослови Терентию, Екатерину, помилуй их, Господи, помилуй. Убивай моих детей Твоих по всему лицу земли. Благослови и укрепи, дабы никто не отрекся от Тебя, и прими их в обители вечные. Молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере. А замысл, Ретюков, разбей и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас. Святые жены и девы, Фёкла, Тарвомущин, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискилла, Акила, Андроника, Юня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание, Молчание, Целомудрие, И стыдливость Жёнам и Девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь от непокоримости, Галина из семейства, Евгения, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, Воздеяние рук, как жертву вечернего благоухания, Приятной перед престолом благодати Твоей, Господи, Иссоедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Всемогущий Создатель нас, Господь и Бог. Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий, Сына Твоего, Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, Прими нашу молитву, Ради пролитой крови и страданий Твоих, А всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой, Говори, Господи, Говори, Господи, Аминь Доброе утро всем! Аминь, Доброе утро! Печажем, Доброе утро, Печажем, Доброе утро, Печажем, Доброе утро Чё такое? Чё? Ну, не знаешь, куда идти? О, я пришла. Паля, паля. Паля, хорошая паля. Ой, смотри. Какая хорошая паля. Безумещательная паля. Ой, какая хорошая. Вот, как отбежишь. Вот, как отбежишь. Вот, включи видео. Что такое, пришла? Ну, давай, давай. Я беру его с тобой. Вот, как отбежишь. Вот он, ребят. Ковер хороший. Берет, стоит. Подогами тебе. Орвет. Какой бычок, смотри. А это уже на полочке. Движушка висит. Еще приделаешь, а? Такие кости у нас есть. Одна была неважковая. Бурска там сидит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меня хорошо слышно? А надписи не видно? Слышно надписи? Не видно. Текст-то. Я сделал. Слышно хорошо меня? Слышно. Слышно хорошо меня нормально. Других не знаю. Слышно, слышно. Оля, видео включи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 5, вопрос 1482, тема «Смерть». Что можно сказать, когда слышишь о смерти известных людей? Какие мысли должны быть у христианина при известии о такой кончине? Во имя Отца сообщили, что погиб в автокатастрофе 22 марта 2003 года мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич. Что о нем можете сказать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно все рассматривать с позиции вечности. Был ли человек верующим? И жил ли, согласно Слову Божию, был ли прилежным христианином? Книга пророка Иезекииля 33, 11. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Как велик бы ни был человек, но после смерти он уже не тот. И там он одинок, и отвечать ему за все. Премудрость Соломона 6, 5. «Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими». Сегодня в церкви интересуются только об одном – чтобы умерший был крещеным, а дальше попы поправятся. Они уже все ходы и выходы знают на том свете, как пообещать Царствие Божие, как успокоить родных, как и что читать, почем это продвижение из ада в рай будет. Все транспортные расходы души грешника возлагаются на родственников. Библия же четко отметает все софизмы человека с кадилом. В Англии от Иоанна 3, 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Второе послание Коринфянам 5, 10. «И во всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Кто не уверовал во Христа как своего Спасителя, кто не отдал Ему свое сердце, кто не родился свыше, тому лучше бы и не родиться вовсе. Он обречен на вечные мучения. «А великость человеческая – это все мерки сиюминутные. Где знаменитые цари и правители, борцы, воины? Не все ли прах и тлен? Как было с теми, так и будет с этими же. Люди, как Машкара» Серахова 14, 19. «Как зеленеющие листья на густом дереве, одни спадают, а другие вырастают. Так и род от плоти и крови. Один умирает, а другой рождается». Третья ездра 6, 56. «О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, на подобной слюне, и все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда». Мне всегда, когда слышу о внезапной смерти знатных людей, приходит на мысль картина. Вдруг тело разбито, и душа уже парит над катастрофой. И еще не может ничего понять, ей неведомо то состояние, да и не хотела она покидать грешное свое жилище. Она тоскует, рассматривает развалины, смятую машину, и видит своих родных и близких людей, которые, быть может, еще живы, но тоже раздавлены. Она пытается к ним обратиться, проходит через них, и по-малу начинает осваиваться с потусторонним миром. И везде для такого ужас и мрак, всюду печаль и стон. Когда мне сообщили о смерти Баварина, то мне стало до слез печально за него. Он в моей жизни принимал доброе участие, и мне бы хотелось за него помолиться, а я даже не знаю, крещен ли он. Так тяжело на душе. Он был порторгом моторного завода, был мэром уважаемым. Какое же он имел право так рисковать с собой? На нем так много висело. В какой-то крае в горный алтарь ринулся на встречу с каким-то знатным человеком, взял с собой жену, якобы не справился с управлением. Как мне сказали, что он на горной дороге перевернулся в миг, и уже ничегошеньки из того, что было, нет. Ни бензоколонок, ни шикарных магазинов ультра, ни знакомств, ни практика твоя, ни умение общения с людьми, ни заботы твои уже никому не нужны. Через год ты и не вспомнишься. Смотрю на фотографию. Вот он стоит с Коршиновым, тогдашним губернатором Алтайского края, и с епископом Антонием, когда этот их всех наградил церковными орденами. Улыбаются, и уже двое на том свете. А время-то всего ничего и прошло-то. Вот с епископом он подписывает документ о сотрудничестве по оздоровлению общества. Где они оба теперь? Созвонился с администрации и узнал уже к вечеру, что был где он крещен. Это абсолютно точно. Еще позвонил главному редактору Алтайской правды Ольге Шевчук, и она тоже утвердительно сказала, что он был крещен. Тогда я позвонил друзьям, сообщил им, что в келейной молитве можно за него помолиться. А мне и звонят, что, может быть, теперь он у меня в комнате. Теперь-то он понял, кто его настоящие друзья, что мы за него всегда ежедневно молились, чтобы душа его примирилась с Богом. Мы его любили, он так много нам помог. Нам есть теперь, нам есть где теперь собираться молиться. Он не свое нам дал, а мое. И притом одну двухсотую часть похищенного меня вернули по решению суда. Но я понимаю, что если бы не Пороскун ЮФ, не Баварин ВН, то и много мне лиходеи коммунисты не отдали бы, то и этого мне лиходеи коммунисты не отдали бы, и не видать бы мне этих домиков, как своих ушей. Сегодня всем ясно, что по величию своей личности, по уважению в народе ему не было на Алтае равных. Его кончина и на день вооруженных сил, когда все настроены были отдыхать и гулять, вдруг так внезапно и оглушающая смерть. И так легко стало достучаться до каждого. И меня это ждет. Люди, опомнитесь. Покайтесь, пока еще солнце светит вам. Ивангелие от Луки 13, 3. Покайтесь, пока еще солнце светит нам. Ивангелие от Луки 13, 3. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». А он уже пошел на отчет к Богу, с которым он не был так близок, как с народом. В случае сегодня такая беда с Суриковым АА, губернатором, или даже с Путиным ВВ, то в Барнаульцах это бы не отозвалось такой болью. «Я вот пишу и слезы на глазах. Да почему же ты открыто не молился, не проповедовал о Христе? Только ради человеческой славы и авторитета дешевого все делал. Господи, как все ужасно! Теперь уже не благословишь его, как раньше». «Только ради человеческой славы и авторитета дешевого все делал. Господи, как все ужасно! Теперь уже не благословишь его, как раньше. Мы, когда идем из университета с наших занятий по изучению Слова Божия, то всегда пешком и в полдевятого вечера мимо городской администрации. И я знаю, где его окно, и часто оно светится. Приду домой и позвоню. Сидит там, как сыч ночной. Да что же домой-то не идет? Да вот опять трубы где-то прорвало. То тепла нет. И до всего-то ему было дело. И все выходные он у себя в кабинете. Когда мне надо было, я его там и ловил. Всегда обнимет, засмеется, как и из Тегнеев ВВ. Так просто было с ним. Баварин помог мне получить в частную собственность два домика. Теперь есть у нас где молиться. 11 лет шел у меня суд, законфискованный у меня краевой прокуратурой в 1986 году. Кавычки открываются. На последнем этапе в своевременную и неоценимую помощь оказали мэр Барнаула В. Баварин, его советник В. Овчинников, председатель комитета по управлению имуществом администрации города Эл Слуцкий, глава администрации железнодорожного района Ю. Петров, прокурор края Ю. Пороску. 21 ноября этого года Владимир Баварин, Эл Слуцкий, В. Овчинников выехали к дому номер 6 на улице Ползунова, бывшее здание освода. И здесь, на месте, мэр засветительствовал передачу мне этого здания в частную собственность. Кавычки закрыты. Так счастливо при полном взаимопонимании закончилась история, свое время окруженная многими сомнениями и недоговоренностями. Постановление администрации Барнаула о передаче здания подписано и вручено Игнатию Лавкину. Нам остается пожелать православной крестовозвиженской общине счастья в новом доме. На снимке Владимир Баварин и Игнатий Лавкин в момент передачи дома. Фото Александра Волобуева. «Алтайская правда» 10 декабря 1997 года. Газета «Свободный курс» 27 апреля 1997 года. Для «Слова Божия нет уст» страница 243. На странице 627 помещено мое поздравление, пожелание мэру на его 60-летие. Цитата «Дорогой Владимир Николаевич, Великий Бог, сотворивший небо и землю, Он дает всему жизнь, дыхание и разум. 60 лет Господь хранит вас в этом грешном мире. Он дал вам многое испытать. Славу мира сего, владычество над народом многочисленным, Наградил вас добрыми талантами». «О вас, думаю, как ни о ком другом в городе Барнауле, О правителях добрая молва в народе. И вы достойны таких отзывов. Но что пользует человеку, если он приобретет весь мир, А душе своей повредит? Какой выкуп он даст за душу свою?» Евангелие от Матфея 16.26 «У нас, православных христиан, не принято праздновать день рождения, Дабы не уподобиться безумному Ироду. В этот день мы благодарим Спасителя Христа за его милости, Долготерпение к нам, что сохранил нас среди бушующего моря житейского. Мы всегда ежедневно благодарим Иисуса Христа, Что ваше сердце расположено к нам, Что теперь нам есть где молиться. Пусть душа ваша обретет мир и покой в Искупителе Иисусе, И ваша жизнь и доброе правление над всем городом Продлится еще на многие годы. «Вы наш желанный гость, и не только теперь, как мэр города, но любой». «Простите, вы наш желанный гость, и не только теперь, как мэр города, но любой пенсионер ли, больной ли, в вузах ли, и на лето обязательно приезжайте в поселок Потеряевку. Отдохнуть». Староста Крестовозвиженской общины, начальник детского лагеря Стана, Лавкин Игнатий Тихонович. Цитата закончена. Баварин мне написал еще раньше. Цитата. «Ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди пред людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я искренне рад, что Крестовозвиженская община, которую вы возглавляете, будет иметь место постоянных встреч и молитв. «Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию». С уважением, глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. Номер 0817 от 27 ноября 1997 года. 11 февраля 2003 года последний раз в жизни видел Владимира Николаевича при входе в городскую администрацию. «Он выходил с каким-то своим знакомым, увидал, схватил меня за руку и, как всегда, завлыбался, по плечу хлопнул и обратился к своему знакомому. Ты знаешь, кто это? Не знаешь? Да это же Лапкин Игнать Тихонович, он сделал то, чего не удалось в советской власти. Он образовал коммуну. Голубей-то еще держишь? Какие остались? Ну, молодец!» Еще до этого Владимир Николаевич несколько раз приезжал на Ползунова к нам и подивился, как многое сделали. Пообещал приходить ко мне на консультацию, как голубей держать, когда пойдет на пенсию. И вот уже ничего этого не будет. Как-то встретились в коридоре краевой администрации, поздоровались за руку. Я ему и говорю, «Мне что-то показалось, что вы меня избегать стали». «Да что вы! Я мог просто не заметить. Купил у меня вышедшие мои книги, рассчитался. Просил всегда обращаться, когда в чем будет нужда. Но я так ни разу и не воспользовался этим. У каждого своих забот хватает, а мы как-то еще теплимся. Пусть лучшее совсем немощным помогает». «Припоминаю нашу первую встречу с ним, совместную поездку в его машине. Он на первом сидении, я сзади. Он как обернулся, так до конца и ехал, смотря на меня, улыбаясь и удивляясь. И вы, и все это вы бесплатно делаете? Да сегодня палец о палец никто не ударит за так. И я про вас ничего не знал. И вы живете в моем городе? Рядом сидел Овчинников ВП, его советник. Он-то все это и устроил. Помог. Подал наши документы Баварину. Два Володи. И так все это на фотографиях, где мы в поцелуе с Бавариным остались навсегда. Вот другой снимок. Он шагнул ко мне и протянул руку. Ну что ж, давайте ударим по рукам, что так все благополучно и счастливо закончилось. Да ваше имя будет в аналы города записано. Вы в историю края вошли. Я же просил его помочь нам, чтобы не так уж страшно одиноко быть. Ибо нам часто совсем не в моготу бывает без средств и под давлением коммунистов. Петренко ВС, идеолог коммунистов, видно, крепко был недоволен Баварином, что он, бывший парторгом, отошел от них. Когда я хвалился, что Баварин вот так-то одобрительно сказал, то этот бурчал. Он перевертыш, перекрасился. Но когда добавил я, что в этом деле помог и Пороскун, и ЮФ, прокурор края, то Петренко еще лучше вернул. Этого давно первого надо судить. Правда, потом и сам Петренко вышел из партии людоведов-коммунистов. Пышные похороны Бог дает иногда как бы для того, чтобы в кавычках рассчитаться с человеком за все, что тот делал хорошего в этой жизни. И уже в вечности этому человеку ничего не полагается. Ибо он трудился не для Царствия Божия, а для себя, для временного. Баварин даже советовал мне, где часовенку поставить потом здесь. Но нам это не нужно. Мы и так довольны. И есть где от непогоды схорониться. Пышные похороны памятны. Но. Экклесиаз 9.4. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Как и Аи-лебедь рвался куда-то на спортивную базу, навстречу. Да надо ли было это. Умел все, а ездить и не умел, не видел опасности. Всегда он был в очках. Зрение-то было не ахи какое. И надо было бы не за рулем сидеть. Зрение-то было не ахти какое. И надо было бы не за рулем сидеть, а пристегнувшись ремнем. И подушки предохранительные непонятно почему не сработали. Что-то много тут непонятного. Или уж вовсе и не так жизнь закончилась, как в газетах пишут. Многое наталкивает на такую мысль. Мчался, как генерал Романов в Чечне. И до ныне он мчится уже в инвалидной коляске. Кто его туда вызвал? Куда ринулся? Так и этот. Летел сломя голову на тот свет. Выиграл минуту и проиграл жизнь. Кончились похороны. Теперь тело в земле. Все разошлись по домам, по своим заботам. А он один, где бредет во тьме. Своего ангела-хранителя огорчал всю жизнь. Путался с этими коммунистами. И не простым был, а руководителем у этих разбойников, погубивших десятки миллионов людей. Жене же его ангел говорит, 3-я езра 10-15. Посему воздержись теперь от скорби твоей и мужественно переноси случившуюся тебе потерю. Если жизнь на земле еще продлится, то уже через полста лет и имя его изгладится. Никто же не вспоминает, кто правил городом Сим сто лет, пятьдесят лет назад. Где эти первые генеральные секретари партии? Новое поколение выдвинет своих вождей, а этих забудет или заплюет. А кто говорит, что имя твое будет жить в наших сердцах вечно, то так ли это? Какое вечно, если ты и сам завтра сгниешь, и тебе боли в твоем сердце, и тем более в твоем сердце память о грешном человеке надолго ли? И на том свете о нем ли будешь думать? И не вспомянется. И епископ местный сразу же провозгласил «Рабу твоему Владимиру вечная память». И опять все съехало на обман, даже и помереть без обмана не дают. Не был баварин рабом Божьим. Он был слугой, рабом народа, как и каждый рабом своих страстей, амбиций. А доброе дело делал во имя ли Христа? А доброе дело делал во имя ли Христа? Не от того ли, что умел ларить с людьми, и они ему тем же платили, как хорошему и талантливому руководителю? Но какое это отношение имеет к тому, для чего Бог направил человека на землю? Здесь-то у умершего ничего не было за душой. Жил по волнам мира сего, увлечен был временным, а не вечным. Я немножко еще добавлю здесь. Когда ему впереди засчитали, которое поздравление с 60-летием-то, а потом я встретился с овщинником. Он приходил овщинником, вот как-то больной уже был на наше здесь собрание. И он говорит, у него отдельная комната была выделена. Ну такой мэр со всеми ладит, такие подарки нанесли. И Баварин говорит, вот это все на похороны, говорит, приносят такое. А мне при жизни. Ну вот, говорит, ваш листик этот взял, вот эти-то такие украшенные, там блестящие, поздравительные-то. А у меня на обыкновенном листе отпечатано, с печатью на бланке. Нашей общины. И вот я, говорит, бежон один раз прочитал. Походит среди этих подарков, опять возьмет ваш листик, то опять считает и стоит. То есть, вот простое поздравление. И оказывается, и здесь не надо больших было денег, чтобы человек обратил внимание. И вот теперь мы проходим, когда к нам в храм и в коридоре, в притворе, там это все висит, фотографии четыре. На одной по рукам мы ударили, на другой все четверо сфотографировались, на одной поцеловались. И все это объяснено. И его тут, которое послало поздравления, еще там написано такое, говорит, я в очередной раз прихожу к мысли, что надо лично встретиться. Без личной встречи еще о человеке знать не будешь. Вот так. Игнатий Тихонович, а Овчинников-то зам его еще жив? Он жив, но там не все в порядке. У него инсульт что ли был, но к нам он пришел, так говорить много не мог, но был, принес эти фотографии. Я говорю, Володя, Владимир Петрович, у меня фотографии-то эти есть. Но главное, что фотограф, который фотографировал, Волобуев, он почти 30 лет у нас потеряет. Его придворным фотографом считали, фотохудожник, поехал в Москву, вот прям месяца не прошло. Какое-то там такое конференция, фотографов этих, и он потерялся. И по сей день его нигде не найдут. Волобуев Александр Павлович. Хороший, спокойный человек, но любил выпить. И говорят, может так, что было, ну не знаю. Тоже молимся о нем. Вот я спрашиваю, все на большие деньги, столько людей было знакомо. Ну кто может написать такое воспоминание, такие молитвы? Я тут всю ночь названивал, крещен он или не крещен. Наконец узнал, крещен. Мы сразу помолились. Я добавлю в конце, Господи, прости, что молюсь. Может быть и нельзя молиться за него. Но он так много для нас сделал. А потом показали, не показали, а рассказали. Он вроде ребенка крестили у Золотухина, Валерия Сергеевича. Ребенка. И он крестным был. Ну все тайно это. Ну потом мне уже добавляли это, что, дескать, крещен, крещен был. И вот такое воспоминание никто не напишет ему. Никто. Во-первых, ну просто мы разные. Как вопросы-ответы. Никому не написать. Почему? Разная биография. У меня тут ни таланта никакого нет. Другой бы, знаешь как. Одна написала. Его Бог взял туда. Здесь она, женщина, это как бы секретарь алтайских поэтов тут. Ну, Колесникова, фамилия ее. И она пишет. Вот он взял его, Господь, потому что он хороший, он нужен там для управления на небе. Ой-ой-ой. А я такое говорил ему. Смотрите, вот он видел, как я одетый всегда в кирзовых сапогах. Ну какой я? В этой кролящей шапке. Ну вот если бы мы сказали, тебя отпустят на волю. Но! Домой уже не заходи издалека. Поприветствуй их и все. И каждый день на проповедь по всему краю пешком. Пошел бы он или нет. Если ты не будешь, это сразу опять в могилу ляжешь. Конечно согласился бы. Ну вот это и есть, что надо было при жизни со мной согласиться. Вот так. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон», том 6, вопрос 1552, тема «Смерть». Наш отец похоронен в Киргизии. Теперь наши почти все переехали в Россию. Стоит ли тратиться на то, чтобы перевести прах отца и похоронить рядом с его родителями и с нашей мамой? Не грех ли перевозить останки человека с места на место? Что это дает? Что это дает? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нас должно интересовать только мнение Бога, которое отображено на страницах его книги, то есть Святой Библии. Послание к евреям 11.22. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Эмора Сихемова. Книга Исход 13.19. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвую заклял сынов Израилевых, сказал, посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда. Перезахоронение есть в любой нации, в любой религии, кроме Индонезии, где все трупы съедаются птицами и кости сжигаются. Православная церковь торжественно проводит перезахоронение, когда в этом есть нужда, или когда месту захоронения угрожает затопление или уничтожение кладбища. Книга Бытие 47.29. И пришло время Израиля умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте. После гибели Самсона с врагами его привозят с чужбины домой. Книга Судей 16.31. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его. Из других стран старались всегда привозить кости умерших, которые уже и телами назвать нельзя было. Второе царство 21.14. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, и кости, повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в цело во гробе киса отца его. Христиане выкупали за большие деньги тела своих братьев и сестер и торжественно хоронили их. Если есть деньги и разрешение тамошних органов на вскрытие могилы, то ничто не препятствует этому совершиться. Конечно же, хорошо, когда все родственники в одном месте и панихиды удобно совершать, и поклониться праху родных. Четвертое царство 23.30. И рабы его повезли его мертвого из Мегидона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 6, вопрос 1561. Тема «Смерть». Какие чувства могут у христианина преобладать, когда он слышит о смерти врагов своих? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Книга «Притчи» 24.17.18. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Книга «Иов» 31.29. «Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Это возвышенное чувство прощения врагам является вершиной христианства. И.М. 5.44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Великодушие в прощении врага возвышает человека, дает возможность большего наслаждения, чем упоение кровью поверженного соперника. Книга «Притчей» 17.5. «Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным, а милосердный помилован будет». Мне пришлось пережить многих моих врагов. Кто бы ни писал кляузы, они все наказаны. Я всегда молюсь перед Богом, чтобы Бог простил этих клеветников и привел их к раскаянию. Но они один за одним сходятся сцены. В поганейшей газете «МК на Алтае» писали не раз припохабные статьи против меня, иногда даже и без подписи. Во время суда я узнал, что писал Самульцев Александр Евгеньевич со слов Петренко, ВС, идеолога КПСС. Но вот один парализованную руку не повернет к себе, а о другом вдруг читаю в Алтайской правде за 13 мая 2003 года, что он найден мертвым в подвале. Главного редактора этой газеты порезали и что-то еще хуже того сделали. Тот юрист, Сайк СК, исчез от них. Суды против них мною полностью выиграны в законном суде. Они достойны великой жалости. А все равно на душе приятно, что правда торжествует. Не радуясь погибели, но радуясь любящему Богу, что Он так защищает нас. А о врагах тоска. Они достойны великой жалости. Радуясь торжеству дела Божия. Если бы с ними несправедливо поступили, то тогда было бы сочувствие. 1 Коринфянам 13.6 Не радуются неправде, а сорадуются истине. Представь себя на их месте, да еще с нашим характером, неуемной энергией. И при полной темноте, то есть в неверии, что бы еще более того не наворочил. Так что да будут преданы забвению преступления всех против меня. Учись, душа, премудрость познавая, сумеем избежать конфликтов, мятежей. Как наточить топор, об этом ты узнаешь, стать миротворцем среди жен, мужей. Учись, сынок, и воскресай из мертвых, сверяясь по Писанию сверх сил, дурное отдирая острой теркой. Так в детстве каждого его отец учил. Имея специальность не одну, ты сможешь в душах распахать, засеять, жизнь сохранить и выиграть войну, стать человеком Божьим Моисеем. Учись, сынок, умей прощать обиды великодушно, строя вечный дом. Свободно петь псалмы царя Давида примером в мудрости, пусть будет Соломон. Не бойся, научись кроить одежду божественного, испросившись страха. И о болезни озаботься прежде, учась премудрости у древнего сираха. Учись, дочурка, сохранивший девство, уцеломудрись в утренней молитве. Как хорошо Христовой стать невестой вслед за иглой, скрепляющей ниткой. Учитесь возвышающим канонам, характеру Христа, Сына Марии. В своих грехах не смей искать виновных, Не породнись с лукавнищую кривдой. Учитесь у природы, друг у друга, Напрасно день прожили не учась. Слепой духовно ходит жизнь по кругу, Поесть, поспать, и так за часом час. У ног Христа, благое избирая, Свидетельствуй другим о той любви, Наследницей дарованного рая, Свободным и ликующим живи. 13 мая 2003 год, Игнатий Лапкин. Вот я тут немножко добавить, хочу к этому вопросу. Здесь зарегистрированные баптисты, на улице Родина. Игнатий Лапкин, подождите, пожалуйста. Я выключил, а мне охота вас записать. Сейчас я настрою камеру. Чуть повыше поднимитесь. Пожалуйста. Прошлые годы, когда мы жили на Никитинской, а там совсем недалеко от нашего храма Покровского собора, ну там, где сегодня главная митрополия совершает богослужения, мы ходили в неделю, сейчас все раза богослужения были у баптистов, зарегистрированные всех Б. И там было у них в то время не просто баптисты, а соединенные с пятидесятниками под нажимом советской власти. Ну они там гласолали это говорение на языках. И один из них был Мельник, Мельник. Иосиф Иванович, высокого роста, с одним глазом. Он где-то отбывал срок на лесозаготовках, ему сучок попал в глаз и выбил глаз. Но он говорил так, и все касался православия. Что-то так он прямо не... И мы тогда уже ничего не... Мы же сидим на скамейке. Как только он выходил на капельку, мы сразу поднимались и выходили. А поглядели-то мы не одни. Это было заметно, когда несколько человек среди богослужения... Ну мы выходили тихо, ни дверью не хлопали, ничего. Ну и свои-то его братья-то, другие-то и говорят... Ну что ж такое-то? Ну ты маленько-то, Иосиф, смотри. Он не может сказать, что он один правильно говорит. Остальные-то... И ты пресвитер, и диакон. У них тоже свои названия-то есть. Хотя они в действительности никто. Фальшивка все. Ему говорят, ну ты маленько-то измени. Но раз сказал, два сказал, там иконы, идолы, там и прочее. Ну и как-то бы надо маленько по-другому-то. И вот мы поднялись, уходим. А он кричит прямо с кафедры. Надежда, подожди, не выходи! Я буду говорить так. Прямо с кафедры на весь зал-то. Ну мы все равно вышли. А он жил где-то тут. Вот, около Тольменки, не доезжая. Что-то такое было зерско, или какая-то тут станция небольшая. И вот он заболел и умер. И сделал завещание. А завещание было такое. На могиле мне эту тумбочку не ставьте. Ну как у бапистов-то есть. А поставить православный восьмиконечный крест. И чтобы на кладбище этот крест нес Игнатий Тихонович. Вот это для меня было вообще... Даже ни в одном с неба не увидел. То есть, а работа шла. Они знали, где баптист объявляет, какой бабки, что-то надо сделать, крышу перекрыть. Они придут, а я уже на крыше сижу, говорит, полкрыши ободрал. Вот это все-таки дела. Как помню, сейчас я отвлекаюсь немного. За столом сидим, а пресс-фитер Никонов, Алексей Дмитриевич был. Он где-то на шахте работал, покореженные пальцы были у него. На него за это нападали и тому проще. Ну и вот там среда, хозяйка-то сделала пельмени. Не пельмени, там как такие, больше-то со сметаной. А пресс-фитер грузный такой. Так что, не будешь, если? Я говорю, у нас сегодня пятница. А то, как бы они нападали. Но я делаю эту главную работу наверху-то, молодой. И он, не будешь, он берет мою чашку, как сейчас помню, эта тарелка большая, и он ее перепрокинул вот так вот, в чашку свою, чашка, ну, с тарелки на тарелку-то, и тоже подмел туда. Мне так интересно было. Ну, похоже, у нас тоже такие есть. Так вот здесь, то есть между собой у них какие-то разговоры все-таки шли. И вот то, что он при смерти сделал завещание, они понимали, под Кузьмилом крепко им. Ну, я поехал, конечно, мне пришли на дом, сказали. Они насчет этого молодцы. Ну, я приехал, посмотрел, крест тяжелый. Ну, а унесу я его, длинный крест. Я вот так взял где поперечина. А дальше он как-то рисует у нас изображение Христос, когда несет крест. Длинный крест, надо землю же закопать-то, деревянный-то. Ну, и когда тронулся, они по-своему песни поют, все, а на меня смотрят. И когда уже выходить стали, я крест взял и пошел. Но они видят, что тяжело нести-то. И здоровые крепкие ребята, как Толстенко Сергей, этого Василия Толстенко-священник, который стал от них, перешел к нам в православие. И вот он идет и говорит, этот Сергей, брат его, да, нет большей радости для человека, как идти на похорнах поверженного врага. И вот к этому, то, что сейчас считали, как относиться-то. Ну, подходят, давайте понесем. Давай. Я нет. Ну, Игнатий разве кому даст понести? А я самый первый иду на кладбище. Ну, а за мной вся процессия. Он же, там дети, может, были у них, я не знаю, кто там был сейчас. Ну, вот видишь как, никогда не думал, что придет, первый раз в жизни нес крест, и больше никогда не пришлось. И кто действительно был самый у баптистов, такой человек неспокойный. И вот как все Господь все устроил, и у него крест стоит, ну, и теперь ясное дело, что православие снова к нему возвратилось. А он проповедник был довольно талантливый. Тем более 50-ник был, такая его проповедь была, видно, живая, несонная. Вот как Господь все устрояет, как относиться к врагам. Конечно, как говорил Сталин, вроде бы Сталин говорил, лучше нет ничего, как там Катехинское или какое вино выпить и за гробом врага идти. Вот когда, ну, кто там у него, Бухарин, Рейков, все эти, которые были друзьями, которых он подвел под монастырь. Вот я к этой теме вот такое мог рассказать. Вот все. Ну, я себя о своих похоронах наказал. Ты, Сергей, знаешь, я на тебя смотрю. Заранее заламинируй Новый Завет и мне на грудь положить. На грудь. Тело мое не обмывать, не раздевать, хоронить в моих стоптанных сапогах. Они у меня тут в прихожей, вот где я сейчас нахожусь, в Барнауле. Сапоги, написано для похорон. Сапоги, стертые в дребезги на благовестии. И на могиле, на кресте сделать какой-то крючок, чтобы не раздувало. И чтобы второе Евангелие висело там. И надпись была, кроме того, что там какое сделает, кто там что. Это для тех, у кого нет Новый Завет, берите совершенно бесплатно. И все время проверять, есть они или нет. Если его нету, новый повесить. Я хочу проповедовать из могилы. Если даже могилу кто раскопает, чтобы могли найти там был Новый Завет, Евангелие. Такое, чтобы туда ни капли не попадало. И проверить, умер я или нет, чтобы живого не закопали. Я все время опасаюсь. Проверить там, зеркало ко мне поднести. Говорят, перышком в носу надо пощекотать. Где-то порезать. Ну, короче, на сто процентов убедиться, что я уже не здешний. У меня есть стихотворение «Не спешите меня хоронить». Виктор Николаевич Савченко поет его. «Не спешите меня хоронить, я прощаюсь с оставленным телом». И вот как вокруг враги насядут, бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Виктор Николаевич хорошо его исполняет, поет, может быть, даже включить. «Не спешите меня хоронить, я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела». Вот я об этом озаботился. У нас отец умер когда, а у него десять детей. Три рубля только нашли у него. Ну и... Интересно, вот отец контуженный был, не слышал. А Павел наш хорошо слышал, даже в КГБ работал одно время. И как только отец умер, он лег на его кровать. Утром встал, уши не слышат ничего. И по сегодняшний день глухой с аппаратом. Вот что-то есть это, ни раньше, ни позже. И вот о похоронах, когда это все вспомнишь, а как оно у вас будет, что с собой захватишь? Как жена миллиардера в Америке, какое-то было бриллиантовое платье у нее, и она как зажала пальцы, и так не могли разжать, кусочек этот отрезали. С этим и умерла. Все, что захватило в этом мире. Конечно, хотелось бы христианскую кончину с покаянием, исповедоваться, пособороваться, причаститься. Но от этого спасение не зависит. Как Богу угодно. Он дело это покажет. Каждый день мы читаем молитву вечернюю. Вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит. Суда твоего боюсь, я грешу. Вот мы все время готовимся. Сон как смерть. Встань спящий, воскресни из мертвых, а святить тебя Христос. К этому нам-то не привыкать. Нам все знакомо. И ангелов знаем. Ну, конечно, не все. Но не так, как неверующий умер, он ничего не может понять, что такое-то. А мы это ждем. Об этом. Молимся. Я никогда не думал, что доживу вот в 81-й год. Это вообще... У меня сердце так прихватывало, в 5 лет помню, шел и дыхнуть не могу. И потом все исчезло. Вот такое дело. Ну, все, что я хотел сказать. Продолжай дальше. Минутка перерыва и продолжу. Минутка перерыва и продолжу. Сейчас. Они ели, а она не ела. А-а-а. Минутка. Минутка. Продолжение следует... 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 Этот труд оживет непременно в сто крат, для Христа принесет приращение. В этом мире горнили нескучно летел, жаждал душу характер возвысить. Что ж, пора отойти от судов и отдел, им другим мои тысячи писем. В них найдете ответ на кудрявый вопрос, он бесхитростно прост, без лукавства. Да, я грешник, но верю, спаситель Христос обещал даже мне свое царство. Помолитесь о мне, ухожу не на день, верю в силы молитвы за верных. Только влагу почувствует замерший пень, вновь ростки зеленеют средь терний. 30 июля 2001 год, Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон», том 7, вопрос 1876, тема «Смерть». Кончина любого человека – уникальное явление. Но когда читаешь об угодниках Божьих, то это событие выглядит вовсе не трагично. Дайте этому примеры. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Самое неприемлемое верующим в смерти святых – это их доходящее до отчаянности, иногда неуверенность в любви Божией. Всю жизнь, пробыв в монастыре, они так и не подошли к милости Христовой. Верующие же вместе с апостолом могут сказать, 2 Тимофея 4, 7, 8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Филиппийцам 1, 23 «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Житие Иоанна Златоуста, память его, отмечаем 13 ноября. Тогда святой вошел в церковь, спросил светлые церковные ризы и переодел на себе всю свою одежду, начиная с обуви. Затем свои одежды он роздал находившимся с ним на корабле, а в церковных одеждах совершил витургию и причастился при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовой. Потом, благословив всех присутствовавших и отдав им последнее целование, возлегся словами «Слава Богу за все!» И вслед за тем предал дух в свои руки Божии. Это было в самый день воздвижения честного креста Господня. Таким образом, святой угодник Божий в течение всей своей жизни, несший крест свой, распинаясь для мира и сораспинаясь Христу, скончался в день, посвященный памяти честного креста. Так-то угас церковный светильник, так умолкли золотые уста, так совершил подвиг и скончал течение добрый подвижник и страдалец, проживший шесть лет на патриаршем престоле и проведший три года в изгнании, переводимый с места на место. «Житие святого Менигна. Память 22 ноября». Цитата. «Тогда его сняли с дерева и отсекли главу. В это время из ут святого вылетела к небу чистая горлица». Китилия. 22 ноября. Цитата. «Житие святого». Как только совершилась казнь, Максим подклятываю засвидетельствовал пред всеми, что он видит ангелов Божиих, сияющих как солнце, которые, выведши души святых из телес, как каких-либо прекрасных девиц из чертога, возносят их к высокой славе к небесам. «Житие святого Феодора Студита. Память 11 ноября». Цитата. «Он болел в продолжении четырех дней, а на пятый наступил конец его болезни, а безболезненной жизни – начало». Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и они плакали о нем, как о своем отце и учителе. «Отцы и братья, вот приспел конец моей жизни. Мы все должны испить сию общую чашу, одни раньше, а другие позже. А все же мы не минем того часа. И вот я ухожу путем, коим отошли наши отцы, туда, где жизнь вечная, а на Ипачи, где Господь и Бог, которого возлюбила душа моя. «Его я от всего сердца возжелал. Его я назвался рабом, хотя и не исполнил своего ему служения. Вы же, братья мои и любимые чада, оставайтесь верны словам моим, которые я передал вам, содержа правую веру и благочестивую жизнь. Вы знаете, что я не переставал возвещать вам Слово Божие и наедине, и в собрании всех. Ныне же я усердно умоляю вас, имейте его в вашем уме и сохраняйте, потому что у меня есть забота о вас, как у желающего дать о вас отчет. Посему и вы заботьтесь, дабы непорочными отойти отсюда. Я же, если обрещу дерзновение пред Господом, обещаюсь молиться за вас». Большая пауза. Житие святого Мартина, милостивого, память его 12 октября. К концу своей жизни Мартин услыхал, что между духовенством в округе Канда возникла ожесточенная распоря. Поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившимися клириками. Созвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами и воплями. Восстановив мир в Канде, святой подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал своим ученикам положить себя на пол в савани и пепле, потому что так, по его же словам, должны умирать христиане. При этом он, как казалось ему, видел близ себя дьявола. Две тысячи иноков и хор девственниц сопровождали тело его. Житие Пафнутия Боровского, 1 мая. Простившись с братьями, преподобный пошел к литургии, поддерживаемой своими учениками. Когда один из них, уже немолодой, желая поддержать святого, взял его за ладонь, то преподобный с гневом выхватил руку и велел держать себя только за одежду. Вот каким осторожным хранителем бесстрастия был он. Даже в старости болезни уже предсмертным исходом не дозволял прикасаться к своему телу. Старец ничего не вкушал в тот день, только попросил себе сытый, то есть воды с медом. В тот день великий князь московский Иоанн Васильевич, неизвестно как узнавший о болезни преподобного Пафнутия, прислал к нему посла с грамотой. Тогда ученик подал подвижнику великокняжеское послание, он сказал, «Возврати послание принесшему, пусть отдаст его пославшему. Теперь я уже ничем не связан с миром, не желаю чести и не имею страха пред сильными миром». Иннокентий заметил своему наставнику, «Что касается тебя, ты сказал правду, но ради Бога сотвори полезное нам, не оскорбляй великого князя, не разгневай его». Старец же ответил, «Истину говорю вам, не разгневайте с большой буквы единого, тогда ничего не успеет против вас гнев человеческий. Если же единого разгневаете Христа, никто помочь вам не сможет. А человек, если и разгневается, снова смягчится». В житии святого Серафима Саровского, память 2 января. В келье Серафима всегда горели негасимые, никогда старцем свечи, который на все предостережения относительно этого обыкновенно отвечал. «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожара». В продолжение восьми дней тело преподобного Серафима стояло открыто в Успенском соборе. В день погребения за его литургией было так много народа, что местные свечи около гроба от духоты гасли. В начале следующего, 1903 года, Святейший Синод, в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, совершающихся по молитвам старца Серафима, определил признать его в лике святых, благодатью Божию прославленных, а всечестные останки его святыми мощами. Житие святого Феодосия Великого. Память 11 января. В начале у преподобного было семь учеников, зная, что для начинающих жить по-божьему нет ничего полезнее, как пометование о смерти, что называется и считается истинным любомудрием. Святой повелел ученикам выкопать могилу, чтобы, взирая на нее, они учились помнить о смерти, как бы имея ее перед глазами. Когда могила была готова, преподобный пришел посмотреть ее, и, стоя над могилой, сказал ученикам своим, как бы усмехаясь душевными же очами, провидя имеющее быть. Цитата. Вот чадо могила готова. Не надеется ли между вами кто-либо готового к смерти, дабы обновить собою эту могилу? Когда святой сказал это, один из предстоявших учеников его по имени Василий, по сану Иерей, тотчас, предупреждая других, пал на колено пред старцем и, распростершись лицом на землю, просил благословения умереть и быть погребенным в той могиле. «Благослови, отец, — говорил он, — мне обновить могилу, чтобы мне первому из братьев, поучающихся о смерти, быть мертвецом». Старец соизволил на его просьбу и повелел совершать поминовение по живому Василии, как уже по умершим, согласно закону о поминовении усопших в третий, девятый и сороковой день, «Когда окончились все поминовения, скончался и блаженный Василий без всякой болезни. Как бы уснув сладким сном и почив, он перешел ко Господу». По прошествии сорока дней после погребения его старец увидел Василия, который явился посреди братья во время правила и пел вместе с ними. Он помолился Богу, чтобы и у прочих открылись глаза, чтобы и они увидели явившегося. Увидев его, один из братьев по имени Аэти от радости устремился обнять его руками, но явившийся тотчас исчез и стал невидим. Удаляясь, он сказал во всеуслышание, «Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня больше здесь не увидите». Конец цитаты. Это было первым свидетельством... Так, нет, это не конец цитаты, продолжение. Это было первым свидетельством добродетели преподобного Феодосия, что у него был таковой ученик, готовый по его наставлению на смерть и оказавшийся после телесной смерти живым душою по Слову Господню в Евангелии. Евангелие Таана 11, 25. И Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Память Святого Кирилла, Житие Святого Кирилла, память 11 мая. Константин, узнав о своей смерти, начал петь следующую церковную песнь. Псалом 121, 1 стих. «Возрадовался я, когда сказали мне, «Пойдем в дом Господень». Возвеселился дух мой, и сердце мое обрадовалось. Затем он оделся лучшей своей одежды, с радостью проводил весь тот день и говорил, «С этого времени я никому на земле не слуга, а только Богу Вседержителю, и был, и есть, и буду». Простите. «Но только Богу Вседержителю, и был, и есть, и буду вовеки. Аминь». Пару минут пауза. Пару минут пауза. «Пару минут пауза. Не засчитал, а еще». «Докопалка» «Цеет». «Докопалка» «Докопалка» «Цеет». «Но только на капитре отвечает». «Но копалку». Всё равно. Спасибо. Как так можно было? Не до конца насчитать? У него программа, он же записывает на программу, а там можно паузу установить. Ну закончил вопрос. Я про это говорил. Вот чё? У меня-то зачем? Вопрос не окончен, а потом приду, пройду, закатаю. Это не годится, а совсем никак. У меня идёт, так она будет. Спасибо. 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 С doo prices В комп Захаре Махно белая любит Ну а другое у МАТРи нету Ну он сразу Gathering посчитайте только пшеничный, да, считайте, да. Я даже смотреть не хочу. Другой день его просил, да, что там будет. Все посчитали, не знаю, да. Ну, посчитали, да, за что будет говорить о том, что не важно. Как бы ты его наказал, а как бы. А вы дали ему обещание? Да, 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 у меня обещание. Пшеничный, да. А ты, в четыре раза, если в четыре года собирает здесь лезвенный шаг. Ура. Ну, как так? Ну, что вы посчитать? И давайте считаем. Когда у вас, наоборот, то есть, 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 На другой день Константин пожелал принять схему, причем был назван Кириллом. Болезнь его продолжалась 50 дней. Однажды во время своей болезни Кирилл обратился к Мефодию с такими словами. «Вот, брат, — говорил он ему, — мы с тобой были как дружная пара валов, возделывающих одну ниву. И вот я падаю на борозде, окончив свой день. Я знаю, что ты сильно возлюбил гору Олимп, но ради горы не думай оставлять своего учения. Этим подвигом ты лучше можешь достигнуть спасения». Память жития Пахомия Великого. Память его отмечаем 15 мая. Известен один важный случай жизни женского монастыря. «Одна из монахинь как-то вышла за ограду монастыря. Она встретилась с мирянином портным и, удивляясь, спросила его о причине прихода в эти места. Тот ответил, что желал бы иметь работу. Сестра возразила, что они имеют собственных портных». Портной удалился. Светильницей этого разговора была одна монахиня. Поссорившись как-то с той монахиней, она стала порицать ее и припоминала сукаризну ее разговор с портным. Молодая инокиня, взволнованная ложным обвинением, горячо плакала. Она преувеличенно представляла себе тот позор, какой, по ее мнению, ожидал ее теперь в монастыре. Угнетаемая скорби, она тайно пошла к реке, бросилась в ее волны и утонула. Узнав об этом, другая сестра, позволившая себе незаслуженно укорять несчастную молодую инокиню, впала в великое отчаяние и лишила себя жизни, задушившей себя веревкой. Скоро узнал об этом преподобный Пахомий. Глубоко опечаленный этим случаем, ставит запрети упоминать их в молитвах домашних, совершать литургию и подавать милостыню за них. Пахомий строго отнесся и ко всем сестрам общежития. Ввиду того, что они не употребили должного старания, чтобы найти невинную и обидчицу, примирить и успокоить их, и пренебрегли их положением и спокойствием, а может быть и поверили клевете одной из сестер, ставец отлучил их от святого причащения на семь лет. Память Григория Вологонского. 30 сентября. Когда приблизилась его кончина, и он дал братье последнее завещание, говоря, «Когда душа моя разлучится с телом, не удостаивайте меня никаких почестей, а просто взявши за ноги мое тело, стащите его в болото». Полный счастлив. Вот это тема. Это из жития. Надо именно вот эту строчку взять, которая смерти. Вот еще суть за чем. А не просто жития. Житие Дмитрия Ростовского. Память 21 сентября. За три дня до представления святого Дмитрия болезнь, давно уже утаившаяся в его груди, обнаружилась и с особенной силой в кашле. Тотчас он приказал позвать к себе певчих для пения им самим сочиненных духовных песней. В огробе под голову и под все тело были посланы по завещанию святителя его черновые бумаги. Только у правой руки четыре перста переломились от обвалившейся вовнутрь гроба доски, и левая рука отделилась от локтя. Все прочие части тела совершенно крепки. Житие святого Эпихария, память 27 сентября. За твердое исповедание имени Христова ее повесили и строгали, после чего 40 воинов били ее оловянными молотками. Житие Симеона Столбника, память 1 сентября. Не слышно было дыхания, только сильное благоухание как бы от различных благовонных ароматов исходило от тела его. И плакал весь народ. Даже птицы во множестве на виду у всех с криком летали вокруг столпа, как бы плача о кончине такого светильника миру. Всенародный плач слышен был на семь стадий, и окрестные горы, поля и деревья казалось, будто сетывали и плакали вместе с людьми, ибо всюду воздух был примрачен, и носились темные облака. Я же видел явившегося при святых мощах ангела, и было лицо его, как молния, а одежда, как снег, и с ним семь старцев беседующих. Слышал и голос их, но что говорилось, не уразумел, и во страх и ужас объял меня. Житие святого Зосима Вавилонского, память 4 июня. Зосима, изумившись их прозорливости, возвестил им об обстоятельствах смерти своего ученика, которые и без того были известны старцам, когда оба подвижника восставши пошли вместе с Зосимой к брату Иоанну. Увидав умершего лежащим на земле, они сказали, «Не скорби, Авва Зосима, Бог поможет тебе». И после этих слов громко возгласили, обратившись к умершему, «Брат Иоанн, встань, ибо тебя зовет твой Авва». Мертвый тотчас же ожил и встал с земли. Тогда старцы осыскали змею и разорвали ее надвое. Святой Маркелин, память 7 июня. Так скончался священномученик Папа Маркелин, оставивший образец покаяния для многих, впадавших в то время в подобный грех, ибо тогда многие отвергались от Христа из-за страха предмучениями. Житие святого Ивдокима, память 31 июля. Когда он, лежа на удре болезни, приблизился к смертному часу, то созвал своих домашних и завещал им с клятвой, чтобы они по отшествии души его не осматривали, не омывали его тело и похоронили в той же одежде и тех сапогах, какие были на нем. И так положили бы его во гроб. Потом, приказавши всем выйти и затворить двери, он совершил молитву, которую слышали некоторые через дверь. В молитве он просил, чтобы кончина его никому не была видима, как и жизнь его, заключавшая в себе тайные подвиги, не была кому-либо известна. Житие Пимена Палестинского, память 27 августа. «Яви любовь мне, отче, расскажи, почему ты не пострадал от холода, будучи нагим?» И отвечал мне старец. Пришел лев, лег около меня и согрел тело мое. «Однако знай, сын мой, что я буду съеден зверями». Тогда я спросил его, по какой причине ты, отче, будешь съеден зверями? На это старец ответил мне. Когда я жил в мире на родине моей, оба они происходили из Галатии, то я был пастухом овец. Однажды, когда я пас овец, мимо моего стада проходил некоторый муж. Мои псы напали на него и растерзали. Я мог спасти его от псов, но не сделал этого. «И узнал я, по откровению Божию, что и я должен умереть такой же смертью. Именно буду растерзан зверями». Житие святой Евпраксии, память 25 июля. Так рассказывала Игумения старецам о своем видении, а сама плакала и, наконец, сказала. «Вот нынче десятый день, с тех пор, как я видела, и завтра Евпраксия приставится». Услышав это, Юлия стала бить себя в грудь и пошла в пекарню с плачем и рыданием. Увидала ее плачущую Евпраксия и сказала. «Заклинаю тебя, Сыном Божьим, скажи мне, что ты слышала, что так плачешь». «Я плачу», — отвечала она, — «потому что сегодня мы расстаемся с тобой. Я слышала от великой госпожи нашей, что завтра ты скончаешься». Евпраксия, как услышала это, тотчас лишилась сил и упала на землю, словно мертвая. Юлия сидела над нею и плакала. Потом Евпраксия сказала Юлии, «Дай мне руку, сестра моя, подними меня и отведи меня в дровяной сарай, там положи меня». Юлия так и сделала. Евпраксия лежала на земле, плакала и говорила Господу, «За что, владыка, ты погнушался мною, странницей, сиротой? За что презираешь меня? Теперь бы мне время трудиться и бороться с дьяволом, а ты теперь берешь у меня душу. Смилуйся надо мной, рабой твоей, Господи, и оставь меня, по крайней мере, на один этот год, чтобы мне покаяться в грехах моих, потому что не покаялась я. Нет у меня добрых дел и нет у меня надежды на спасение». Умершим нет покаяния ни слез, и не мертвые хвалят тебя, Господи, и не сошедшие в ад, но живые благословляют имя Твое Святое. «Дай мне один год, как бесплодной смоковнице». Когда она так рыдала, одна из сестер услыхала, пошла и сказала Игумене со старицами. «Кто рассказал ей?» Спросила Игумене о нашем разговоре и смутил ее душу. «Не запретила ли я вам сообщать ей эту тайну, пока не придет ее час? Что вы наделали? Прежде времени смутили ее. Пойдите, приведите ее сюда». Когда привели святую, она упала в ноги Игумене и говоря. «Отчего не сказала ты мне, матушка, что близка моя кончина? Я бы поплакала о моих грехах. И вот теперь я отхожу без надежды на спасение. Нет у меня благих дел. Пожалей меня, владычица моя. Помолись обо мне Богу, чтобы Он дал мне пожить один год, дабы мне покаяться в грехах. Я отхожу без покаяния и не знаю, какая тьма выимет меня и какая мука ожидает меня». Игумене на это сказала ей. «Жив Господь, дочь моя Евпраксия, нетленный жених твой Христос удостоил тебя Небесного Царствия и приготовил тебе прекрасный чертог и венец вечной славы». И начала Игумене рассказывать ей все свое видение о ней и так утешала ее, вселяя в ее душу надежду. Кроме того, она просила Евпраксию помолиться о ней Богу, чтоб он и ее сподобил такой же участи. Евпраксия, лежа у ног Игумене, занемогла. Сначала у нее сделался озноб, а потом жар объял ее. «Возьмите ее», — сказала тогда Игумене и сестрам, «и внесите в молельню. Приходит ее час». Ее взяли, положили в молельню и сидели возле нее, скорбя и плача до вечера. Вечером Игумене приказала сестрам принять пищи, а при Евпраксии остаться одной Юлии, так как та никогда не оставляла ее. Юлия затворилась с ней и пробыла до утренни. Она просила Евпраксию, «Сестра, не забудь меня пред Господом, вспомни, что я не расставалась с тобою, вспомни, что и грамоте я научила тебя, вспомни, что и к подвигу я побуждала тебя, умоли Христа, чтобы Он и меня взял с тобою». С наступлением утра убедала Игумене, что Евпраксия уже при последнем издыхании, и послала Юлию к сестрам сказать, «Идите, проститесь в последний раз с Евпраксией, она кончается». Собрались сестры, стали прощаться с ней, плача и говоря, «Повини нас сестра во Царстве Христовом». Она же не могла говорить и молчала. «После всех пришла и та, которую Евпраксия избавила от мучившего ее беса. Она целовала руки ее со слезами и говорила, «Эти святые руки много послужили мне достойной ради Бога. Эти святые руки много послужили мне недостойной ради Бога. Ими отогдан был от меня мучивший меня дьявол». Евпраксия уже ничего ей не отвечала и сказала Егумене, «Разве не жаль тебе этой сестры Евпраксия? Она так плачет, а ты ничего не скажешь ей». Евпраксия взглянула на эту сестру и сказала, «Что ты беспокоишь меня, сестра? Оставь меня в покое, я при кончине уже. Но бойся Бога, и Он сохранит тебя». Потом, посмотрев на Егуменью, она сказала, «Молись за меня, матушка, так как трудно душе моей в эту минуту». Благодарю за внимание. Сегодня все, с Богом. Ора, спаси Христос за помощь. Я говорил не раз, Сергей, произносить еще только ясно, притяжательное мастеримение. «Моюсь, мойся». У вас окончание половина слова срезаете. И меня, в особенности меня, меня. Повторить несколько раз. Меня, 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 моюсь, моюсь. Вот так, молодец. Все, с Богом. С Богом. Пошел. Никого и не осталось, все разбежались.